Добрый день! Мы начинаем разговор о Испании в период правления королей-католиков или католических королей, как еще зовут эту чету, а Фернандо II Арагонского и Изабеллы I Кастильской, чей парный портрет, собственно, открывает наш разговор. Прежде всего, мы поговорим про первый период их правления, про самые первые годы, которые можно охарактеризовать как собирание страны, становление их у власти и собирание страны. Когда мы говорим про этот брак, про брак Изабеллы и Фернандо, и про то, что в учебниках и во многих популярных текстах ошибочно называется объединением Испании, то, что было на самом деле личной унией двух монархов, Когда мы об этом говорим, надо постоянно держать в голове, что эта уния создается на условиях полного преобладания Кастилии. Кастильское королевство, как видно по карте, примерно втрое больше, чем корона Арагона. Оно гораздо более заселено, там плотность населения выше примерно в четыре раза. А вот, наконец, оно экономически обходит Арагонскую корону, тоже довольно серьезно. С одной стороны, можно вспомнить, что Арагонская корона – это, конечно, торговая империя, Средиземноморская империя, как его называли. С другой стороны, Кастилия – это шерсть. И именно шерсть, испанская шерсть, составляла основной источник дохода и Кастилии, и, собственно говоря, объединенного королевства после того, как они были объединены. Именно шерсть, уходившая на экспорт через Бильбао, через Медину-дель-Кампо. По Медину-дель-Кампо – это ярмарка, где торговали прежде всего шерстью, оптовая торговля шла. Бильбао – это основной порт. Ну, соответственно, Бургос – столица старой Кастилии. И там размещался консулат торговцев шерстью, их, если угодно, главная контора, главный центр. И все вот эти три центра – и Бургос, и Бильбао, и Медину-дель-Кампо – это все королевства Кастилии, разумеется. Собственно, поскольку торговля шерстью приносила Кастилии довольно серьезные дивиденды, большую прибыль, поэтому и налогов в Кастилии собиралось больше. То есть, доля в вот этой вот казне Объединенного Королевства Испании, Объединенного Королевства Виноват Кастилии и Арагона, доля Кастилии была, конечно, сильно больше. Здесь маленькая пометка на полях. Я достаточно упорно держусь на именовании Королевства Кастилии-Леона, Арагона-Навара, если полностью. Почему? Потому что Испания, вот именно Королевство Испании, этот объект на карте появится лишь в XVIII веке. И так титуловаться начнут только короли уже династии Бурбонов. Ни один, не то что из династии Трастамара, но даже ни один из представителей династии Габсбургов, правивших Испанией на протяжении XVI-XVII веков, никогда не будет себя именовать королем Испании. Там будет очень длинный титул, король Кастилии, Леона, Арагона, Наварры, князь Каталонии и далее еще на полстраниц титулов. Соответственно, вот это преобладание Кастилии, да, это ее превосходство над Арагоном и становится причиной того, во многом становится причиной того, что в браке Изабеллы и Фернандо первая скрипка всегда будет у Изабеллы. И инициатива брака принадлежала ей. Это она уговорила, это она, собственно, устроила эти брачные переговоры. Она нашла себе этого мужа. Ее хотели выдать, как мы помним, за португальского короля, за Афонсу V. Вот, она нашла себе этого мужа, Фернандо Нагатова младше. Она пошла на этот брак, хотя Фернандо на тот момент, конечно, наследник Арагонской короны, но отметим, совсем не король. И еще довольно долго, до 1479 года, он будет считаться королем Сицилии и Наварры, но при этом он не будет королем Арагона, собственно. То есть, он будет уступать своей жене еще сильнее. И не будь Фернандо тем, кем он, собственно говоря, был, этот брак превратился бы, скорее всего, в абсолютную гегемонию Изабеллы над полностью подчиненным ей мужем. Получилось, в общем, гораздо лучше Фернандо был подстать своей жене умный, талантливый, очень спокойный, судя по источникам, и очень грамотный управленец, разделявший основные мысли, основные идеи Изабеллы, многое, что предлагавший сам. То есть, их брак очень быстро стал, начавшись при преобладании Изабеллы, при доминировании Кастильской стороны, этот брак очень быстро стал паритетным. И, собственно, супруги и вошли в историю, как короли-католики или католические короли, видите, их называют, объединяя под одним названием два имени. Но об этом я еще немножко скажу дальше. Первый период их правления можно охарактеризовать как период от Гесанда до Алькасовас. Что это такое? Речь идет о договоре в Гесанду. Первая дата – это договор в Гесанду между Энрике IV, на тот момент королем Кастильи, и его сестрой Изабеллой. Договор 1468 года, в котором Энрике признает Изабеллу своей наследницей. Но дальше, как вы помните, в 1469 году Изабелла тайно венчается с Фернандо. Тайно по целому ряду причин. Во-первых, это явно был ход против воли старшего брата и против, собственно, воли короля, таким образом. Во-вторых, это был нелегитимный брак. Если сообразить, если посмотреть на генеалогическое древо, то мы увидим, что Изабелла и Фернандо по отношению друг к другу троюродные братья, брат и сестра. То есть, это близкородственный брат, на самом деле. И разрешение на него пришлось специально просить у Папы Римского. При этом, собственно, непосредственно в 1469 году разрешения дано не было. И его подписывает задним числом. Через два года уже другой Папа, на Сикс IV. Он перед вами на фреске Мелодцева Орли. Соответственно, в 1474 году, мы опустим пять лет, потому что о них речь шла в лекции про Энрике IV. В 1474 году, в декабре, умирает Энрике. И буквально через два дня после этого в Сеговии, где он, собственно, умер, Изабелла провозглашает себя королевой. Ее поддерживает Сеговия. Ее поддерживает ряд городов и ряд представителей знати. В основном те, кто стоял на стороне инфанта Альфонсо, ее брата. Собственно, я напоминаю вам этот сюжет с авельской детронизацией. Авельский фарс. Соответственно, ряд других магнатов, тоже принадлежащих к высшим грандам королевства, выжидает. Замер в ожидании, поскольку фигура Изабелла устраивала далеко не всех. И, собственно говоря, многие просто решили немножко затаиться, посмотреть, что будет. Практически сразу в Кастильи прибывает Фернандо. То есть, узнав о смерти Энрике, о том, что Изабелла провозглашает себя королевой, он срывается из Арагона и с крайне небольшим отрядом сопровождения, верхами, как можно быстрее прибывает в Сеговию. Там, в 1475 году, в январе 75-го года, он венчается, он коронуется, собственно говоря, королем Кастильи. Королем Кастильи не как принц-консорт, обратите внимание, как король, как полноправный соправитель. По этому поводу в 1975 году заключается так называемое соглашение в Сеговии в ряде исследований, в довольно большом ряде исследований. Этот документ называется еще арбитражная сентенция. То есть, если вы увидите, вы просто понимаете, что это одно и то же. Соответственно, о чем это было, мы поговорим чуть позже. Но это второй документ, виноват, это как раз первый документ, определяющий правление двух королей. Вторым таким документом становится уложение Кортоса в Мадригале, составленное годом почвы в 1476 году. Этому, однако, предшествует ряд событий. Я напомню, что в 1475 в Кастилью вторгается португальский король Афонсу V, заявляющий права на Кастильский трон, на том основании, что он женился на дочери Энрики IV, Хуане Белтронехе. Соответственно, его поддерживает часть мятежных магнатов, его же поддерживает король Франции, Льдовик XI. Начинается война за наследство. Ожесточенные боевые действия идут в 75-м, практически весь 75-й и часть 76-го года. На стороне Фернандо и Изабеллы, юных королей, остается относительно небольшое количество грандов. Но Фернандо показывает себя как кумировый военачальник, навязывая Афонсу V одно сражение за другим. Он постоянно тревожит его, затрудняет его продвижение по Кастильи, потому что в целом силы португальца гораздо выше, конечно, Кастильских в этот момент. Вот, наконец, собственно, из-за замедлившегося продвижения Афонсу V он не успевает дойти до Бургаса, где его вроде бы ждали и готовились принять. Не успевает, туда раньше не успевает прибыть Изабелла, подавляя восстание, поднявшееся в Бургасе. Она усмиряет город. И от Афонсу V понемножку начинают откалываться Кастильские магнаты, поскольку им становится все более и более понятно, что, кажется, война затягивается, быстрой победы не будет, а, может быть, дальше вообще победит вот эта молодая чета, и кем тогда будут они, мятежные магнаты. Вот, мало-помалу они начинают присягать на верность Фернандо и Изабелле. В итоге, в марте, 1 марта 1476 года Фернандо навязывает Афонсу V сражение по городу Торо. Сражение заканчивается формально в ничью, поскольку Афонсу V разбит и отступает, но поле боя удерживает командир правого крыла его войска, наследный инфан Джоан, будущий португальский король. И, соответственно, с Кастильей ровно наоборот. Да, левое крыло Кастильского войска выбивает португальского короля и вроде бы как одерживает победу, а правое крыло уступает португальцам. Нет, ровно наоборот. Правое крыло разбивает левое крыло португальского войска, а левое более слабое. Извините, пожалуйста, оговорился. А левое крыло уступает португальцам под командой инфанта Дона Жуана. Но эта тактическая ничья оборачивается стратегической победой Кастильских королей. Во-первых, они получают очень нужную им на тот момент передышку и собирают кортесы в Мадригале. Город Мадригалда, Дала Сальто-Сторрес, это родной город Изабеллы, она там родилась, в север провинции Авела. Они собирают там кортесы, на которые съезжаются представители практически всех городов королевства. Прокурадоры, вот эти прокурадоры, городов, имеющих, разумеется, право на представление в кортесах. И тем самым королям демонстрируется поддержка, как минимум, городов их королевства. Если и не всей знати, то почти всех городов. Плюс к тому, свою поддержку выражает кардинал Испании Педро Мендоса. Наконец, после кортеса в Мадригале и после битвы при Торо от португальского короля отворачивается француз. Французский король вводит свои войска и прекращает всякую поддержку. И вскоре после этого война вступает в свою завершающую фазу. Она затянулась еще до 79-го года до знаменитого договора в Алькасовас или Алькасоваш, по-разному его читают. Документ, в ходе которого была поставлена точка в этой истории. И вот это третий документ, определяющий первый период правления католических королей. Итак, соглашение в Сеговии, кортесы в Мадригале, договор в Алькасовас. Наконец, в том же 1479 году, что тоже важно, умирает португальский король Хуан II Справедливый. И к власти приходит его сын Фернандо, который коронуется в этот момент королем Арагона. Вот здесь они почти сравниваются с Изабеллой. Давайте подробнее посмотрим три документа, которые я перечислил. Соглашение в Сеговии. Во-первых, это регламент личной унии между Изабеллой и Фернандо. Я еще раз повторю, это очень важно. Это не династическая уния. Это не политическое слияние двух королевств. Не-не-не. Это именно личная уния, которая подразумевала, ну, помимо, собственно, приведенного здесь пассажа о порядке именования, да, это знаменитый пассаж, Но эта уния подразумевала порядок наследования. В частности, если у Изабеллы и Фернандо родится наследник мужского пола, то именно он наследует корону обоих королевств. Если кто-то из супругов умрет раньше другого и наследников не останется, тогда другой будет править обоими королевствами. Но если кто-то из супругов умрет раньше другого, оставив по себе наследника, то второй супруг будет править только в своей половине, а наследник примет, собственно говоря, оставшееся вакантным после смерти первого супруга королевства. И когда мы будем говорить о Хуане Первой Безумной, управлении Хуаны Первой Безумной и Филиппа Первого Красивого, вы вспомните вот это вот соглашение в Сигурье. Второй документ Кортоса в Мадригале. Здесь было принято важнейшее решение, которое очень сложно переоценить, об учреждении генеральной или святой Эрмандады. Дословно Эрмандад – это братство, но в историографии, в том числе в русскоязычной историографии, не принято переводить Эрмандад Хенераль или Эрмандад Санта. Как генеральное или святое братство. Ну, просто нет такого консенсуса. Да, обычно это транскрибируется и пишет слово Эрмандада, прежде всего, чтобы не путаться. Что это такое? Это объединение всех городов, а на самом деле всех населенных пунктов королевства, каждый из которых должен выделить минимум одного, а вообще-то больше, Алькальда. Собственно, если, ну, там написано было так, если число жителей в населенном пункте 30 или меньше, то тогда они выделяют одного Алькальда и двух Квадривьеров. Квадривьеры – это уже, собственно, воины Эрмандады. Если от 31 и больше, то уже двух Алькальдов и, соответственно, большее количество Квадривьеров. Понятно, что от больших городов выделялись отряды гораздо большего объема. Цель получившейся организации вот этой Эрмандады – цель, прежде всего, устранения преступности на дорогах, вне городов. Мотивировка звучала так, что за прошедшие годы войны, смуты и постоянных беспорядков на пустошах Испании, на дорогах между городами стало совершаться такое множество преступлений, что это уже просто невозможно терпеть. И для того, чтобы навести там порядок, создается вот эта вот Эрмандада. Ее Алькальдов наделяют правом судить и осуществлять правосудие, вплоть до приговоров к смерти, до смертной казни. Имущество, конфискованное у бандитов, у разбойников, отходит в пользу Эрмандады. Понятно, что вскоре Эрмандаду начинают использовать как, если угодно, как первую полицейскую организацию. Направленную против, в том числе, против непокорных магнатов. Не раз Эрмандада будет отменяться, потом возобновляться королями, даже теми же королями-католиками, вот несколько раз. Но в целом Эрмандада, вот эта вот святая Эрмандада, просуществует в Испании очень-очень долго и будет отменена только королевой Марии Кристиной в 1834 году. Став к тому моменту уже не то, что бесполезной, а откровенно вредной организацией, оттягивающей на себя ресурсы, узурпирующей довольно серьезный объем правомочий и де-факто способствующей развитию коррупции, а не препятствующей, как казалось бы. Помимо этого, из решений корпусов в Мадригале можно выделить еще один пункт, не столь оптимистичный. Я имею в виду приказ евреям и маврам королевства Кастилии носить на одежде определенные знаки, то есть применительно к евреям это голубые кружки, применительно к маврам зеленые кружки, нашитые на правое плечо, чтобы можно было отличить, соответственно, зрительно отличить евреев и мавров. В последующем эти меры будут иметь свое развитие, и мы о них поговорим в одном из следующих эпизодов лекции. Наконец, договор Валькасовас. Этот документ очень многоплановый, на самом деле. Ну, прежде всего, давайте о том, о чем говорили. Он заканчивает войну за Кастильское наследство, официальное завершение войны, мир между Кастилией и Португалией, и взаимный отказ. С одной стороны, прав Афонсу V на Кастильский трон, с другой стороны, прав Фернанда и Изабеллы на Португальский трон. Вместе с договором, в параллель с ним, заключаются соглашения, которые в литературе получают название «сватовство в Мауре», «torceries de maura» по-испански. Вот. Это два брачных соглашения. Ну, одно альтернативное, второе просто брачное. Первое, которое просто брачное соглашение, устанавливало, что Изабелла, старшая дочь Фернандо и Изабеллы, выходит замуж за Альфонсо, сына наследного инфанта Хуана, будущий Жоан II. Брак состоялся, но забегая вперед, скажу, что Альфонсо, став наследным инфантом, когда королем будет его отец, Жоан II, инфант Альфонсо умрет, перелетев через голову коня на всем скаку, вылетев из седла, вот, умрет, и вскоре после этого Изабелла станет женой его дяди Мануэла, будущего короля Мануэла I Португальского. У них будет единственный сын, Мигель Данапас, вот, который будет провозглашен при рождении наследником обеих корон, и Кастильской, Кастильско-Арагонской и Португальской, но он умрет в возрасте полутора лет. Не сложится, не судьба. Вот, второе соглашение, соответственно, перед вами на слайде, это выбор, предоставленный Хуане Бельтронехе, либо уйти в монастырь, либо выйти замуж за Хуана, это следующий по старшинству сын Фернанда Изабелла. Соответственно, Хуана Бельтронеха выберет монастырь и останется в нем уже до своей смерти. На этом можно было бы закончить разговор про войну за Кастильское наследство, но не про договор Валька-Совас. Почему? Потому что оставалась вторая его часть, в которой разграничивались сферы интереса, сферы влияния Кастильи и Португалии в том, что называлось море-океане. Португалия на тот момент довольно активно исследует африканское побережье. Португальцами уже открыта и колонизована Гвинея, там стоят португальские колонии. И торговые пути вдоль побережья Гвинеи Португалия объявляет зоной своего интереса, куда запрещено заплывать Кастильцам. Параллельно, соответственно, португальцам отходят Азорские острова и еще ряд территорий. А Кастильцы удерживают за собой Канары, разумеется. И, собственно говоря, вот этот договор 79-го года очень во многом станет причиной, прямой причиной того, что Фернандо и Изабелла внимательно прислушаются к проекту Христофора Колумба, когда он появится у них при дворе несколькими годами позже. Ну и, наконец, этим же договором провозглашалось амнистия мятежным грандам Кастильи. Это очень легко увидеть по преамбуле документов. Если мы откроем акты Кортаса в Мадригале, о которых я уже говорил, то мы увидим в преамбуле перечисление списком просто грандов лояльных королям, тех, кто участвует вместе с ними в этих Кортасах и подписывает их. Соответственно, в актах Кортасов в Толедо 1480-го года, через год после договора Валькасовас, такого перечня уже не будет. Там гранды будут уже едины и будут поддерживать королей католиков все. Мятежных грандов, если они и останутся, то это будут уже единицы. Но об этом позже.